всем всем большой привет давайте я вам покажу какие парфюмы я отобрала на июль месяц как всегда остановиться на 10 я не смогла у меня их наверное около 15 штук но пусть я чем-то много раз попользуюсь какими то может быть один раз может до какого-то парфюма рука не дотянется но лучше пусть не дотянется чем мне будет не хватать я буду испытывать парфюмный голод но люблю я много разного чтобы было сразу хочу сказать что до парфюма в принципе я всеядная бывает то что мне совсем не подходит есть то что доводит до головной боли есть те парфюмы которые ну как мы говорим не моё да то есть не нравится аромат но никогда не критикую ароматы никогда не говорю о них плохо потому что на каждого человека найдется то что может быть не подходит одному очень вкусно вкусно и приятно другому поэтому чтобы не не ранить ничьих чувств я считаю что не надо оскорблять ароматы хочу знаете как предисловие что ли рассказать одну ситуацию я была просто зрителем такого момента когда одна девушка с таким аппетитом кушала какое-то блюдо ну просто видно что ей очень нравилось и подходит к ней 2 говорит фу как ты можешь эту гадость есть это же вообще мерзко я это терпеть не могу узнать такая пауза возникла и первая девушка медленно отодвигает тарелку когда теперь я тоже не могу а до тебя мне было вкусно вы знаете вот для меня та ситуация была таким уроком что не надо высказывать порой свое мнение там где его не спрашивают или где она не уместно но вот как бы этот мой принцип относится к любым вещам к людям к ароматам пусть даже к баночкам когда я пустые баночки рассказываю я всегда стараюсь быть тактично чтобы никого в этот момент не ранить но бывают ошибки конечно но давайте приступим все таки к ароматам такое вот предисловие я интригующе подвела так я хочу начать для меня с новинки которые ко мне только-только приехала не буду читать название кроме вот как тут вот блю больше я ничего не прочитать не могу наверное видно вот и тут название для меня вообще это полностью незнакомый аромат в нем аж 100 миллилитров он такой большой я с ним буду знакомиться не знаю какие здесь ноты но тут есть море свежесть какая-то вот утренняя такая прохлада но очень приятный этот аромат для меня это прямо чистое лето я ноты описывать сегодня не буду но это вот ароматы из моих более любимых где присутствуют цитрусы и вот вот эта свежесть люблю поэтому буду знакомиться он для меня еще пока не знакомый следующий аромат уже мой один из любимых феста де витам это от фаберлик аромат он такой с красивой крышкой такой флакон изящный прямо мне кажется какой-то вот франции пахнет какой-то девушкой хотя он квадратненький такой вот тут есть цветы и тут ярко выраженные цитрусы вот такая прямо вот вау какая свежесть приятная кто-то его ругает кто-то его называет мыльным для меня это очень свежий аромат и для меня цитрусы не бывают мыльными для меня не какие-то вот особенные и интересные это один из любимых для меня это вот чистое лето даже жара такой аромат вот прямо самое то ну и коль я тут пикнула про францию вот такая вот французская мадам вот с таким красивее на вот на зайчиков покажу бантиком это шершеля фам это тоже фаберлик тоже приятный свежий аромат вот что феста де вита если я правильно называю шершеля фам настолько они приятные и нежные но есть те кому они совсем не нравятся кто любит только например сладкие ароматы компотные то не понравится тут чистая свежесть было время когда мне было 20 лет и я вот эти ароматы вообще не понимала мне казалось что это невкусно и неприятно сейчас я ношу с удовольствием мне нравится как нам не раскрываются эти ароматы следующее что я вам покажу этот аромат вышел уже из каталога это иван я его поймала в какой-то распродаже или он не приехал по какому по баллам я не помню я даже не знаю как он называется тут нигде нет описание коробочки я выкидываю это цветочные мне кажется здесь что-то есть и фруктовая но вот я бы этот аромат назвала цветочным и эти цветы раскрываются когда в конце я слышу что-то приятное нежное вот типа ванили такое нежно-сладкое крышка такая что в ней не преснешь да тут есть я так думаю в конце аромат что-то вот типа ванили сладкое такое нежное приятное домашнее теплая такого так бы и нюхала ну к ванили раз я пришла к ванили это тоже недавний совсем подарок для меня софт маск силки да тут ссылки софт маск сейчас вот у этого аромата вышла сестренка там аромат пиона мне он показался тяжеловатым я брала пробник но можно к нему привыкнуть но вот этот лучше мне понравился больше тут прямо нежность ванили теплота окутывает какой-то уют дом мне кажется эти как в гости в деревню приехать и вот бабушка с пирожками вас встречает вот почему-то у меня такая вот домашнего пирожки вкусно печка тепло это вот все вот этот вот классный классный аромат будет не видно собачка мне сегодня помогает кстати собачки все все миниатюрки которые у меня есть вот такие вот пальчиковые тут и подарки есть парочка с шариками вот мне только-только приехал я их не откладываю на месяц и никогда не показываю даже вот такие есть но когда рука тянется я или просто пользуюсь в сумочках я тоже ароматы ношу но не такие обычно а вот в виде пробников с шикалками спреи вот такими вот так что а вот эти просто у меня под рукой всегда стоят иногда так раз и закончится какой-то как чудом но вот эти никуда не идут не в сумочке не в косметички в месяц и не в ароматы месяца ну вот так следующая классика иван инкадесенс это спрей профиль дезодорирующий спрей для тела на лето самое то он приятный он цветочный эти цветы тоже уходит небольшую сладость тут я не помню ландыш мимоза вот какие-то такие ароматы по моему ландыш входит и он для меня вот чистые цветы очень нежный приятный на лето тоже вообще даже не лето круглый год можно им пользоваться и он не надоедает мне покажу еще один аромат это тоже подарок кинзо флоралиста кажется так называется давайте вот так поближе потому что я могу перебрать все тут вот если даже видно нарисована роза и аромат тут преобладает роза медленная он у меня уходит конечно объем 100 миллилитров большой он очень приятный но не всем подходит кто не любит розу те не оценят он может показаться тяжеловатым но он приятный цветочный и вот это вот терпкость розы в нем ярко слышно она присутствует то что мне кажется моно ароматом это от oriflame аромат это аромат сирени до половинки дошло в прошлом году когда я только купила мы тут с мамой вдвоем на него налегали настолько он нравился потом он у меня зиму перезимовал и вот сейчас рука прям к нему потянулась коры давай доставайся сирень отцвела а я не надышалась и поэтому я достала этот аромат и и буду им пользоваться причем я думаю он у меня в домашних условиях будет быстрее идти то есть этот аромат я больше взяла даже вот для дома чтобы сидеть и наслаждаться и следующий аромат меня поправили девочки я думала спорт light не видела даже ни разу не прочитала пути оказывается spot light ну ладно неважно я все время вру название поэтому мне все прощается уже этот аромат вывели в его нас каталога но он такой классный для меня он вообще просто вот изюминка и его ну для в моем понимании тут свежесть свежесть цветочная есть те же цитрусы но такая есть но то свежая которую вот прямо вау мне красот как бывает девушка прошла а потом парень говорит что вот она у меня в глазах стоит вот вот этот аромат у меня всегда в памяти стоит и я его мне кажется узнаю если кто-то пройдет и я пойму что это он вот так вот он мне понравился и когда он будет заканчиваться я буду страдать наверное хочется чтоб он был всегда вот такое мне отношение получилось к этому аромату есть ароматы которые я бы назвала знаете рабочая лошадка рядовые ходовые повседневные на каждый случай в любую погоду я сейчас говорю вот об этом аромате инблюм инблюм как-то так он называется его выводила его нас каталога потом опять вернул в каталог а сейчас мне кажется я его опять не вижу в каталогах и иван вот у меня его немножечко еще одну как немножко еще плескаются есть еще немножко он хороший он вот когда не знаю что на себя нанести он не подведет но есть те кому он не нравится для меня это вот чистые цветы вот если меня спросят как должен пахнуть вообще вот классический парфюм я скажу вот так вот именно это классика парфюма мордочку то не закрывать собачки давайте вот так следующий аромат у меня с ним целая история в жизни была это от фаберлик аромиата когда-то давно вот этот аромат выпускался в треугольном флаконе и это слово аромиата было написано сверху донизу на красном флаконе треугольном белыми буквами в виде иероглифов то есть то что там написано аромиата я поняла когда у меня уже парфюм практически закончился и я его так долго искала я так хотела его вернуть мне в нем нравилась какая-то пряность и яркая нота корица мне кажется вот что-то такое вот ну прям вау как мне нравилось и когда я встретила фаберлик и разглядела это название аромиата до меня дошло что его переиздали все моя любовь там всколыхнулась старые чувства у меня там всколыхнулись я его купила вы знаете это не произвело не произвела на такого впечатления как тогда много лет назад я не знаю когда он был новинкой фаберлик но когда я его наношу ощущение что я меня просто относит куда-то там на десять лет назад и я наслаждаюсь вот какими-то вот ретро воспоминаниями в общем как то так но почему у меня не впечатлил сейчас этот аромат я думаю проблема в работе я свои игрушки одно время тонировала но я многие знают шью игрушки кофейной тематики кофе корицей я тонировала их и я просто перенюхал этой корицы меня даже до тошноты доходил я больше корицу не использую ни в каком виде и не очень люблю ее аромат с тех пор игрушки тонирую кофе и ваниль и мне вот это очень нравится аромат ванили мне просто ощущение что я вся пропитана им не люблю ваниль но вот раме а то для меня это классика и для меня это вечерний аромат когда теплый вечер такой приятный безветренный для меня это вот этот аромат но время от времени я им ведь и пользуюсь то есть он уходит потихоньку не остался целым вот этот аромат так несколько но до любви посмотрите как он называется так может так видно по моему несколько нот любви это от и фраше аромат вот с ним я не подружилась но он у меня потихоньку ходить бывает время от времени когда мне хочется его нанести но именно этот аромат я чувствую постоянно на себе вот сколько он продержится на мне уже его никто не чувствует а я его всю слышу и слышу и мне кажется моя кожа не хочет его принимать вот как-то вот именно этот не подошел но вот флакон я когда нюхаю как можно сказать слушаю он мне нравится ну вот на прохладное время года именно на улицу я его ношу и на улице он мне нравится на мне в домашних условиях я его постоянно слышу он мне надоедает я его взяла как уличный вариант что именно вот в коридоре поставлю и в месяц буду пользоваться именно на выход следующее что я вам покажу это букет из цитрусов это дона феличи почти все что я сегодня вам показываю это подарки мало чего я купила сама но есть конечно но мало дона феличи это очень яркий цитрусовый аромат я его люблю очень люблю у меня был пробник когда-то этот мне недавно прислали в нем мне кажется и грейпфрут и мандарин и апельсин и цитрус и вот прямо какие существуют мне кажется они все собраны здесь и больше ничего сюда не добавлено но я конечно утрирую на самом деле я не знаю какие ноты у этого аромата но вот то что я слышу я говорю у меня вообще взрыв до вот это вот лето я сразу все свои цитрусы достала любимые все уши вам ими прожужжала еще один аромат который я достала от эйвон он шел в молодежные серии этот аромат для меня молодость движение какое-то вот веселье активные активное времяпровождение не знают какое-то вот настроение такой легкой веселый беззаботной девчонки вот 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 какое-то такое ощущение дает мне этот аромат и поэтому я его взяла когда хорошее настроение я думаю что я им буду пользоваться скорее всего за весь месяц я его использую два-три раза не больше как правило так происходит но он мне тоже в этом месяце будет я думаю нужен ну и последний аромат если вы еще со мной если я не уболтала вас я хочу показать вот такую вот малышку то есть вот это тоже как бы мини версии но там хранятся именно вот пальчиковые в собачке а у меня вот такие тоже есть разные особенно ты фраши есть малышки этот аромат был тоже мне подарен и в коробочке он шел там было три аромата вот первые два у меня уже были в таких вот парфюмерных косметичках месяца и вот сейчас третий аромат это приятный приятный такой легкий компотик такой нежный домашний аромат можно на улицу но не очень стойкий с собой если только носить обновлять ну вот я его тоже поставлю около себя и скорее всего как домашний аромат он меня будет радовать в использовании вот такая малышка красивая все чуть-чуть совсем правда я дотянула аж до пятого числа они у меня собрала я эти ароматы второго наверно числа но пока косметичку снимала пока в комоде разбиралась пока отбирала эти ароматы аж сняла целый ролик как я уборку навожу в комоде разбиралась там убиралась смотрела что у меня есть хотелось достать все и пользоваться вот но пока буду этот месяц купаться в этих духах а в следующем уже посмотрим в августе я повторяю я поеду уже к морю и там скорее всего будет один-два аромата и скорее всего я их уже покажу просто в косметичке которую собираю на море вот поэтому в августе я себя буду ограничивать может быть пробников просто наберу чтобы было побольше разнообразие тоже было ну а пока вот так но надеюсь я никого не упал тала было может быть в чем-то полезно может в чем-то интересно спасибо огромное всем за внимание за просмотры за комментарии я все читаю единственное что комментариев когда много я не успеваю отвечает но отвечаю я в итоге всем просто с задержкой спасибо огромное девочки что не забываете всегда пишите добрые комментарии всем пока до новых встреч